Так, ребята, первая рыба. По ощущениям вроде ничего. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей, и вы на канале Ланге Фишинг. Рад видеть каждого из вас. Сегодня история о том, как ко мне приехали друзья, семья с детьми, которые очень хотели и со мной, и с моими детьми провести выходные. Вместе и в том числе порыбачить. Сейчас вы увидите историю о том, как мы несколько вечеров подряд и один из хороших солнечных дней пытали свое рыбацкое счастье в разных красивых местах. Что из этого получилось, вы сейчас увидите. Как всегда, будет интересно. Присаживайтесь поудобнее. Приятного вам просмотра. Ну а мы начинаем. Начинаем мы рыбалку возле дома, как обычно, потому что время не так было много в первый вечер, и мы вышли прямо возле нашего дома, чтобы дети, так сказать, сняли оскомину и чуть-чуть побросали свои снасти. Ну попробуй встань вот где-нибудь вот здесь вот. Вот там встань. Вроде бы, ну, так не сильно не цепляет. Надо попробовать. Я уже закинул один заброс, я сейчас сделаю. Потому что вот там вот после как будто лучше. Ну, вроде бы, он не цельный лед, он не цепляется. Я сейчас попробую. Нет, нет. Ее надо снять, и сейчас я сделаю. Ну вот мне казалось, что что-то клюет, но нет, не рыба. Ну вот вопрос, как мы будем выматываться. Сейчас вот здесь перед берегом как будет. Потому что перед берегом тут все во льду. Сейчас мы посмотрим, как будет здесь. Ну так, она, видишь, бьется об эти, но не зацепилась. Ну попробуй, забрось она, Мия. А может, я не знаю, Эдик, может она не распутается. Сейчас я попробую. Так, я что-то... А, это я за это себя цепляюсь. Ладно, давай я сюда положу. Ну пока нет, пытаюсь. Классная погодка. Солнце светит. На улице буквально плюс несколько градусов. И что интересно, что за последнюю ночь вот здесь наморозило лед. У нас буквально часик полтора светового времени. Такой короткий с друзьями выход вечерний. Побросать спиннинги. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну реально везде такой мелкий подробленный лед. И это лед, который наморозило, видимо, вот здесь на поверхности, когда было мелко тут во время прилива. Самая высокая вода намерзла. И потом это все сейчас отходит во фьорд. Вот так мы и ловим. Первые забросы пока молчат. Но мы попробуем еще. Да, ты, по-моему, меня перекинул. Трава зацепилась? Тяни, не бойся. Она не порвется. Ну рукой возьми за приманку и траву оторви. Чего ты боишься? Ничего? Ну потихонечку спускайся. Медленно. Давайте, ребята, хоть кто-то должен рыбу поймать. Да, 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 да. Поэтому всегда нужно вот так, да. Тогда у тебя не будет такой... Ох, была рыба, ребята. Да. Реально была поклевка и был хороший удар. И была первая, но сход. Сейчас посмотрим, что с приманкой. Да, приманку стянули. Смотри, вообще стянули. Порвало аж приманку всю. Реально первая рыба. Какой был удар! Просто порвало всю приманку. Реально был хороший удар. Такая будет кривая приманка, ребят. Но реально была рыба. Первый удар. Вот здесь недалеко от берега. Но... А, недалеко, Мимка. Я уже подматывал. Так, но надежда появилась, потому что с тем, как солнышко начало опускаться, то становится... Мам, мы их тоже стянули. Ну, под... Не рыба, а водоросли. Нацепить чуть-чуть. В общем-то, как будто первая поклевка, друзья, была. Сейчас посмотрим, к чему это приведет. Но приманку разорвало знатно. Нам очень сильно мешает ловить лед. Потому что... Так вот, льдины плывут, и мы свои шнуры, лески проводим через лед. И это осложняется. Но реально первая поклевка была... Да, ой. Рыба-еж. Да, единственное, что сейчас опасно с этим льдом, что будет, если поклевка, и будешь подсечку делать, то если шнур будет тереться по льдине какой-нибудь, особенно резко, если дернуть, то, может быть, неприятная ситуация, что оно все порежет. А вот там тоже ушло уже, да? Там уже тоже можно... В общем, все время двигается здесь лед, что очень сильно осложняет нам рыбалку. Но реальный хороший удар был. Жалко, что я не поймал эту одну рыбу, уже бы мне достаточно было. Мимка, ты их близковато забросила. Но я тебе в следующий раз другую удочку возьмем. Завтра, если поедем. Она тебя куда-то бросает. Так, ребята, первая рыба. По ощущениям вроде ничего. Экшн-камера не включается. Ладно, ребят, будем только на основную. Ну что ж такое? Как это всегда бывает, когда надо. Ладно, хотя бы на одну камеру пишем. Так. Но все-таки рыба здесь есть. Но так сопротивляется неплохо. Сейчас посмотрим, как мы ее через лед будем проводить здесь. Возле берега лед. Надеюсь, шнур не порвем. Потому что реально надо лед. Рещинка небольшенькая. Да, это надо отпустить. Малюхохонькая. Но первая есть. Правда, почему экшн-камера не пишет? Ладно. Так, ребят, сейчас показываю и отпускаем. Таких надо выпускать. Тут в ней меньше 45. Даже сантиметров 40, наверное, в ней. Может 35. Вот такая вот. Первая сегодня. Но это уже вторая поклевка. И пока по ощущениям клев есть. Иди. Такую маленькую треску решили отпустить. Смотрите, какая красавица. Вот она. Первая со сегодня. Ребят, отпускайте маленькую рыбу. Пускай она живет, растет и радует вас поклевками. Все, ребят. Сейчас мы ее чуть-чуть приведем в чувство. И она пойдет в родные края. Она не хочет. Все. Вот она отправилась подрастать. Мы сегодня друзья хорошей компании. Ко мне друзья приехали, семья. И мы с детками выбрались вечерком вот в такие шикарные виды. Побросать спиннинг. И хорошо, что уже первая рыба есть. Нет. Ну, я выпустил, но мы же поймали. Забрасывай. Вот, ребята, по традиции приманка, которая сработала. Пришлось ее так уже некрасиво наживить, потому что ее прямо вот здесь вот, прямо всю порвали. Она как бы должна быть более, наверное, вот так вот постараться сделать. Вот. Но смотрите, какие порезы на приманке. Это вот с первой поклевки. Со второй была небольшая треска. Но первая поклевка была гораздо лучше. Вот. И почему-то мне кажется, что там была неплохая рыба. Но это, как говорится, я уже не могу сказать. Ну, вот я не знаю. Я здесь далеко забрасываю, да. А потом вот этот весь лед начинает на нас двигаться. И что нам делать, непонятно. Если оно далеко клюнет, то нормально. Мне главное, чтобы в момент подсечки я не... ...дернул резко по льду. Но в любом случае, ребят, мы наслаждаемся этим вечером. Хотя ловить очень сложно, реально. Ловить сложно, потому что лед постоянно перемещается. То его нету, то он есть, то он там, то здесь. Либо нам надо идти по берегу. Но я думаю, что это лед, который вот здесь был, наверху. Вода отошла, и он этот весь лед пошел обратно во фьорд. Это вот... Ну, да, вот как там. Вот так он и замерзал, и везде здесь. И потом он вот, да, именно так. Потому что сегодня ночью у нас было 5 градусов мороза. И получается, во время прилива, там, где было очень мало воды, то есть слой воды был мелкий, вот этот лед весь намерзся вместе здесь с водорослями возле самого берега. И потом с отливом этот лед начал двигаться в сторону воды большой. Вот я вот вижу, что я уже льдинку какую-то там подцепляю. И вот страшно, если в этот... Вот сейчас прошло. Если в этот момент случится поклевка, я буду резко дергать, чтобы об лед не протерся мой шнур. Но, ребята, такие две поклевки, одна рыба. Это хоть и мелкая, но всегда приятно, когда есть клев. Это вот такая, то, что мы про лед говорили, вот такая у нас сейчас ситуация. Вот этот вот лед, смотрите, вот он прямо возле берега, и он усеян. И он как бы не большие льдины, а мелкие кусочки льда по всему фиорду сегодня. И они туда-сюда плавают. И вот то, что нужно делать, вот искать нам теперь вот такие вот ложбинки между льдом, окна, где можно сделать заброс, чтобы не порезало шнур. Дети захотели выйти на берег с удочками. И, естественно, нельзя такому отказывать. Пускай наслаждаются. Ты просила тоже, ты хотела с нами ехать. Борода, блесна, рыба, несколько поклевок. Но мы классно провели. Да, погодка вообще, ребят, замечательная. Вот так мы провели часик на воде. Глаза просто не насытятся такими кадрами. Я не знаю, что передает камера, ребята, но глазом это не описать. Словами, которые бы здесь подошли, чтобы рассказать, как здесь красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Начинаю рыбалку, пока я именно с металла. Потом посмотрим, попробую перейти на силикон. Очень красивые виды. Красивая здесь эта вся природа. Как минимум глаз наш будет здесь очень радоваться. Надеюсь, что в какой-то момент и рыба себя тоже проявит. Вот, зритель, снимаешься. Я снимаюсь, да. Друзья, пока первые забросы ничего. Уже и... Вот у Эдика была поклевка, да? Я сильно далеко этой. А, ну, вода росли, тоже хорошо. В общем, поменял на силикон. Вон, побросали металл. Дети бросают металл. А на мне надо подтянуть приманку. Видишь, чуть-чуть она съехала. Рыбачим уже. Уже зарыбачились. Уже все закидали эти удочки в воду. Но пока что не клюет совсем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова На развалинах, ребята, ничего мы и так и не увидели. И еще под вечер мы перебрались снова в мои родные края. Недалеко от дома. Вчера у нас здесь было несколько поклевок. Одна небольшая треска. И мы продолжим наш сегодняшний рыбацкий день именно здесь. И почему-то мне кажется, что здесь должно клевать лучше, чем там. Там вообще ни одной поклевки, ничего. Да что ж там такое? Или там растительность? Да что это такое? Да реально бьет, ребята. Это не растительность. Вот сейчас прям был такой резкий. Поклевка была, да. На забросе. Я поставил приманку, которую мне вчера подразорвали. И сразу с первого заброса есть поклевка. Сейчас посмотрим, что с приманкой. Но по первым ощущениям рыбка присутствует. Вот все-таки люблю я свои родные места. Да, может быть не меняются. Смотрите, как приманочка подсъехала. Поправим ее и забрасываем снова. Приманка Storm 360 GT. И 35 граммов примерно ее общий вес будет. Такой красивый штиль. Сегодня вообще день весь такой шикарный. Несмотря на то, что в плане именно клево, в плане рыбы у нас здесь не так все радужно было в последние наши часы рыбалки. Но само ощущение, мы хорошо погрилили, мы покушали, мы наслаждаемся, ребят, на самом деле, этим видами рыбалки. Ох, ребята, сход, да? Сход, по-моему. Снова клюет, ребят. Да, ребят, поклевка снова. Слушайте, там какая-то активность. Это круто. Это круто. Опять была поклевка, ребята. Так, что это, рыба? Нет, это уже трава. Это уже травка. Ну, слушайте, что-то повеселее стало. Хоть какое-то вот движение, какая-то активность. Можно пробовать менять приманки и надеяться на поимку. Ай, да где ты, рыба? Уже на середину фиорда закинул. Надо подсак нести, сейчас иду. Так, у Диана первая рыба сегодняшнего семейного рыбацкого дня. Так, мне надо вымотаться. Сейчас на силикончик она поймала. Сейчас я... Так, она так пока достает. Сейчас пойдем посмотрим, что за рыба у нее там. Но такие... Сегодня у нас есть в нашем семейном подряде Огромная рыбина. Это уже килограмм на 8 тогда. Может, даже 9. Вот такую сегодня треску. На силикончик. Смотрите, какая треска. И вот такая приманочка. Ох, красавица. Ну, конечно, отпустим такую. Вот так, друзья, весело. Мы провели выходные в хорошей компании. И при том еще и с удочками в руках. Рыбу особо мы не поймали. Но покушали вкусно на природе. Половили, побросали приманки. Пообщались. В общем, с точки зрения морального удовольствия мы его абсолютно получили. Спасибо, друзья, что смотрели это видео. Надеюсь, вам понравилось. И, как всегда, увидимся в новых выпусках. Чуть-чуть забегу вперед. У меня уже состоялась еще одна рыбалка. Очень классная. Очень эффективная. Поэтому не пропустите следующее видео. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok